Плата за проезд в следующем году может повыситься причиной, тому эксперты называют низкую стоимость контрактов за перевозки. Напомню, администрация города начала поиски подрядчика, который в 2020 году будет осуществлять пассажирские перевозки в Кирове. Все маршруты власти разделили на 4 лота общей стоимостью 12 миллионов рублей. Эти деньги выделит победителю на год из городского бюджета. Но по мнению руководителя одного из автотранспортных предприятий Кирова Дениса Прилога, сумма слишком мала. Он считает, что все свои убытки транспортники будут покрывать за счет населения. Во многих городах суммы на перевозки составляют сотни миллионов рублей. Мое предположение, что цены все-таки подняться могут. Затраты перевозчиков, которые перевозчики сейчас несут, это и повышение стоимости топлива, которое мы видим неоднократно в течение одного года. Это и другие затраты и повышение зарплаты персонала. Все эти затраты должны за счет чего-то окупаться. Вообще по правилам должно быть два тарифа. Один тариф для населения, другой тариф экономически обоснованный, как у нас есть во многих сферах. Соответственно, разницу должен датировать бюджет как ни крути. Субтитры создавал DimaTorzok